ты кто я подполковник реневитин роман геннадьевич дальше что ты сделал обстрелял машину чувака вагнар состоянии алкогольного почему ты это сделал из-за лично неприязнь почему у тебя лично неприязнь к чувака вагнер что ты сделал вчера со своими подчиненными потом мы захотели жрать и позвонили в ресторан на первый этаж что ты сделал вчера со своими подчиненными разоружил группу гбр чувака сколько вас было численность группы ваших 10 человек сколько человек вас было вчера твоих по 4 твоих подчиненных со мной было 10 12 человек помимо этого еще кто был там мотострелковая рота почему ты это сделал из-за личной неприязни как ты считаешь вообще личная неприязнь имеет место быть на войне нет как твои действия можно охарактеризовать наши ребята там разят гадину это правильно это триумф русского оружия это триумф русской армии это возрождение россии практически все 99 процентов подразделений чвк вагнер покинули бахмут что случилось на меня заминировали сюрпризы нас ждали с другой стороны палка разомкнется я взлету на воздух а кто вас заминировал ну какая разница незадолго до нашего выхода мы обнаружили подозрительную активность на путях нашего выдвижения заминирован да говорите ну ты думаешь я шучу что ли мы обнаружили около десятка мест где были размещены различные взрывные устройства короче тапок заминирован вот этот да 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 начиная от сотен противотанковых мин и заканчивая тоннами пластида фальшивкой мне уже третий раз пытается убить и кто закладывал эти заряды это были представители министерства обороны и на террористические акты нужно отвечать в максимальной степени жестко вот это контртеррористическая борьба это по сути то во что в значительной степени уже превратилась специальная военная операция потому что мы сражаемся с террористами которые убивают наших людей не все наши мысли нравится наверное и на данном этапе мы понимаем что наверное где-то может быть мы опережаем время как с врагами народа сначала такой визг поднялся потом народ вроде осознал и понимает что на самом деле они существуют сегодня такая же ситуация складывается у нас ответственностью за тех кто снимает результаты работы наших по его и результаты ударов ведь по сути мы противнику сильно в этом вопросе помогаем любая фотография или видео ноги оппозиционируется и моментально видно координаты где эта установка находится и как ее обойти в будущем а для нас самое главное чтобы ничто нигде мимо не пролетело представители российского депутатского корпуса отреагировали на атаку дрона в москве вполне предсказуемо предложили ввести уголовное наказание за распространение информации генерал-лейтенант член комитета госдумы рф по обороне андрей гуру лев анонсировал принятие законов об уголовной ответственности за видеосъемку беспилотников сегодня обозначили самое главное это уничтожение врагов народа первую очередь на своей территории депутат посоветовал при обнаружении летального аппарата позвонить в полицию и больше ничего не делать милиция значит что произошло мы сейчас я думаю законы инициируем и примем вопрос уголовной ответственности за видеосъемку отметил гуру лев сегодня хорошо сегодня прилетела на фирскую в этот вчера прилетела в москву и вот это съемки это просто беда натуральная для чего это делается то же самое на фронте ну там побуду наверно посерьезе к этому относятся мы говорим о том что кругом шпионы мы не понимаем пока откуда тут запускается все эти беспилотники кто были с украины то с территории россии ну ладно бог с ним они долетели у нас до боровики или до москвы до новой а те которые прилетели до пскова до тверской области по газоперекачивающим станциям но предельно понятно что враги внутри они есть они никуда не делись именно такие решения по сути главная реакция российской власти на высказывание мнения о войне в украине уголовное наказание стало наиболее распространенным способом заткнуть рот россиянам и жителям оккупированных россией украинских территорий война идет с нато поэтому не расхлябанными надо кое кому быть а собраться и принимать пусть и не популярные но необходимые меры вы называете войну войной говорите об украинской принадлежности оккупированного крыма или донбасса рассказываете о преступлениях российской армии читаете книгу на украинском языке просто на деле синее желтым что ж вы дискредитируете российские вооруженные силы не совсем обнаглели сейчас вот предлагают просто не смотреть вверх чтобы не видеть беспилотников а тот кто увидит и уж тем более выложит увиденное в сеть теперь вполне может подвергнуться уголовному наказанию у нас же есть уже у каждой проблемы фамилии и отчество и скоро наверное придется называть и фамилии и имена и отчество в крыму такая тактика запугивания и замалчивания применяется с первого дня оккупации как еще можно было заставить людей еще недавно живших в украине и не собиравшихся не менять гражданство не оказываться в соседней стране с ее авторитаризмом и глупостью поверить что россия здесь навсегда уверен только показательными наказаниями только запретами на реальную информацию только репрессиями против тех кто хочет говорить правду только уничтожением политической жизни гражданского общества свободной журналистики а теперь то что от всего этого еще оставалось выпалывают по всей россии причем похоже речь идет уже даже не о гражданском обществе не о журналистах и не о политических активистах речь идет об обычных людях которые захотят поделиться со своими соседями информацией об угрозе именно они могут стать первыми жертвами новых законов а это и есть возвращение к временам настоящего сталинизма потому что сталинский авторитаризм карал уже не политических противников с ними было покончено еще в эпоху раннего большевизма он был направлен прежде всего против обычных людей против своих же собственных сторонников чтобы не разносили ненужную информацию не клеветали не паниковали не придумывали в русском и английском и в других языках есть поговорка собака лает а караван идет ее трактуют так движению каравана вперед ничто не помешает иногда власть так пренебрежительно говорит о журналистах они лают но ни на что не влияют я недавно узнал что смысл поговорки имеет противоположное значение караван идет вперед потому что собаки лают рычат и кидаются на хищников в горах и пустынях и движение вперед возможно только когда они сопровождают караван поэтому смерч и расстрелы смерч вообще необходим где наш смерч о котором вы уже столько говорите вы что хотите как присталины знаете вам так скажу каких-то вопросах сталин был крайне эффективен а смерч в том или ином виде надо воссоздавать и полномочий надо возвращать вводить в стране военную цензуру разбираться с предателями которые действуют внутри нашей страны смерч смерч и еще раз смерч за всех думает вождь только он знает правдивую информацию принимает правильное решение так между прочим всей страной и проспали 22 июня 1941 года что было дальше киев бомбили нам объявили сейчас тоже бомбят киев по примеру гитлеровцев а вот объявлять о том что россия устроила изнурительную войну которая в конечном счете пришла и на ее землю не спешат зачем паниковать если не паникует путин на сегодня наверно может быть слишком эмоционально но предельно понятно что в стране надо навести порядок да вот он все время прочевает он не умеет он целый признал да вот он все время да вот он все время